К 2018 году продолжительность жизни в стране должна быть не менее 74 лет. Это одна из главных задач реформы здравоохранения, обозначенных президентом в майских указах. Поручения главы государства легли в основу областного проекта управления здоровьем. Подведение его предварительных итогов вновь вопрос номер один в повестке дня заседания регионального правительства. Средняя продолжительность жизни в Белгородской области в минувшем году уже достигла почти 73 лет. Проект ставит амбициозную цель увеличить эту цифру до 80 лет. В центре всех преобразований медицинской помощи первичного звена пациента ориентированность. Поэтому и зарплата семейного врача должна быть соответствующей. Не менее 40 тысяч рублей в месяц, отметил глава региона. Также на совещании вновь вернулись к теме взаимодействия государственных офисов семейного врача с другими медицинскими учреждениями первичного звена. Напомним, на выездном заседании правительства в Ракетянском районе Евгений Савченко поручил разработать механизм онлайн-обмена данными с корпоративными медцентрами. Теперь встал вопрос по ведомственным поликлиникам. Я бы хотел попросить коммутацию эту наладить с медицинскими учреждениями федеральных структур. Вот у нас есть медицинское учреждение МВД, МЧС, там медпункты. И там дело в том, что вот они и работают нормально, но они работают и обслуживают только сотрудников практически. А все, что касается детей пенсионеров, если ты не ходишь, не обращаешься, они и знать не знают об их заботах и тому подобное. Глава региона предложил изучить ситуацию на месте, а главное при принятии решения учесть желание самих сотрудников, где им удобнее наблюдаться в офисах семейного врача по месту прописки или в ведомственных поликлиниках. Главное, чтобы в последних первичная медицинская помощь была качественной, квалифицированной и доступной. Если там они обслуживают и членов семей, то почему мы должны их еще отрывать и прикреплять еще где-то? То есть двойное, двойное будет у нас прикрепление и там, и там. А где-то должно быть одно, один врач. Это как вариант, вот то, что сейчас в голову пришло. Но вы подумайте над этим и давайте подготовьте оптимальный вариант. Вот давайте их посетим и там окончательно мы примем решение. Продолжение следует...